Добрый день, дамы и господа. Поступил мне вопрос от Юрия Вячеславовича, коммуниста из Москвы. Правда ли, что у меня правая рука в трёх местах сломана? В локте, в кисти и палец был сломан. Четвёртый фаланга. Да, правда. А ещё был вопрос, почему бурятский князь Калашников из КПРФ не рассказывает и почему нельзя попросить Геннадия Жиганова рассказать о том, как в Государственной Думе полномочия в законодательном собрании делятся между депутатами, что у Миронова там 3 миллиарда воруют, куда ФСБ смотрело, чем они занимаются. Почему его не вышвырнули вместо Маркарова из кресла? Правда ли, что Петр Заводский живёт дядя Миша, бабушкин брат, и его сыновья у меня? Да, правда. Фамилия у них Волкова. Бабушкин фамилия Волкова по девичеству. Правда ли, что там были восстания? Не, я против беспорядков, думаю, что нет, там не было восстаний. Потом рассказать о Степане Тимофеевича Радине. Ничего не знаю, рассказать не могу. Ещё был вопрос. Знаю ли я, кто сейчас руководит страной? И как устроено распределение полномочий среди законодателей по распределению бюджетных средств внутри регионов? Почему справедливой России берут на себя кто-то полномочия в КПРФ, кто это определяет, кто этим занимается? Я не знаю, я говорю, что вот накручено на кулак. Я вам не помощник в делах коррупции разбираться и не следователь. Я за это зарплату не получаю. Но касаемо управления страной, которую мы уже 35 лет наблюдаем, хотелось бы от бурятского князя услышать комментарии. Не всякое фуфло там, вздор и ересь. Всякое непонятное, что там, не разобрать эти звуки. И по смыслу, да? То есть хотелось бы конкретно понять, как управление устроено внутри, как это распределяется. Почему не бурятский князь руководил строительством в каком-то регионе Калашников, а вот в москвичи. Они, например, вообще не имеют доступа к управлению. Это занимаются управлением страной, вот люди из регионов. Каким образом, например, москвичам можно получить доступ к управлению? Хотя бы к знаниям о том, как это происходит, вообще понять, где этот доступ можно получить. Вот Юрий Вячеславович такой вопрос, такой ответ. Спасибо, всего доброго. Желаю удачи. Отмазывайте за 3 миллиарда Миронова, его друга, и всего наилучшего в личной жизни.